Официальная делегация Совета Федерации прибыла в Дагестан. Цель визита изучения на месте основных социально-экономических проблем республики для оказания поддержки, в том числе в рамках постановления Совета Федерации. Программа насыщенная. Сенаторы посетили ряд муниципалитетов и туристических объектов. Все подробности у Абдурахима Белалова-Даганай. Первый объект – строящийся родильный дом в Кизелюрте. Это долгострой. Медучреждения на 120 коек начали возводить еще в 2008 году и планируют завершить до конца следующего года. На объекте ведутся внутренние отделочные и электромонтажные работы, наружное утепление, проводят водопровод. Главная задача – сделать так, чтобы объект включили в проект постановления о финансировании в следующем году, говорят сенаторы. Если мы говорим о будущем, мы не можем сегодня ставить в проект то, что было сделано в 2008 году. Поэтому очень важно. Поэтому идет удорожание. Поэтому это все понятно. Поэтому и технологии, чтобы быть, выше. Но мы считаем, что сегодня по этому объекту готовность наших коллег здесь, в республике, она есть. У нас приспособленный роддом 80-го года выпуска. И здание устарело. И постоянно, ежегодно у нас бывает Роспотребнадзор, который выписывает заключение, что он не соответствует наш родильный дом по Сан-Пино. Поэтому мы ждем новый роддом со всеми условиями, которые соответствуют санитарным нормам и правилам. Делегация оценила и туристический потенциал региона. Путешествие началось с экскурсии по одному из форелевых хозяйств Дагестана и продолжилось на живописном Сулакском каньоне. Гостей познакомили с историей Казбековского района и проектами туристической направленности. Ведь вопросы поддержки этой отрасли будут рассмотрены на совещании с сенаторами от Дагестана. То, что происходит, я думаю, с туризмом в Дагестане, совершенно это оправдано и понятно, почему сюда люди едут из нашей страны и едут из-за рубежа. Потому что то, что здесь увидите, притом в первозданном виде, это, конечно, я думаю, очень и очень впечатлит любого человека. Положительные эмоции. Первый раз приехали к вам в гости. Вот стоим, наслаждаемся из Астрахани. Вот очень все нравится, такие доброжелательные люди. Мне кажется, основное наследие республики – это люди потрясающие, гостеприимные, добрые, очаровательные люди. Мы в таком восторге. И поэтому, конечно, природа у вас уникальная. И хочется сюда возвращаться снова и снова, и мы обязательно это сделаем. Уже затемно представители Совета Федерации добрались до пригорода Махачкалы в Семиндер. Здесь строится одна из самых крупных школ на более чем 1200 ученических мест с двумя бассейнами на 25 и 12 метров. Объект возводится с 2020 года по нацпроекту образования. За это время проект подорожал. А все из-за роста цен на металл. Решается вопрос о дополнительном финансировании. Также гости побывали на берегу Каспийского моря. Увидели место канализационных сбросов. Здесь же рассказали о планах строительства тоннельного коллектора в Махачкале. Он, к слову, позволит решить проблему сброса неочищенных стоков в море. По предварительным оценкам потребуется около 28 миллиардов рублей. Проблему решать будем вместе. Первый этап, о чем я сейчас сказал, это подготовка проекта смертной документации и экономическое обоснование. Это главное. Как только будут готовы документы, будет экономическое обоснование, тогда и документы уже начинают проходить экспертизу. И задача – защитить этот проект. Сенаторы пробудут в Дагестане еще два дня. За это время они планируют изучить основные проблемы региона. Абдурахим Белалов Даганай, Руслан Салихов, Исуп Кибетов, Рамазан Амаров, Исуп Гази Амаров. Время новостей.